Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данному управления Роспотребнадзора по Республике, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация характеризуется 107 новыми случаями коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 59 новых случаев, в Менгенок-Нгаласском районе 20. Увеличилось количество случаев зарегистрировано в Мнамском и Кобяйских улусах, соответственно, 5 случаев в Мнамском улусе и 4 случая в Кобяйском улусе. В Мгенском и Чуропчинском, Вилюйском зарегистрировано по 3 случая, в Горном, Сортново-Сунтарском и Усе-Алданском по 2 случая, и по 1 случая зарегистрировано в Хангаласском, Верхоянском, Верхневилюйском и Алданском районе. Необходимо обратить внимание на то, что сегодня новые случаи, зарегистрированные в Верхневилюйском улусе, и новые случаи, зарегистрированные в Хангаласском улусе, Говорят о необходимости усиления работы как оперативных штабов на местах, что и делается постоянно так. И, соответственно, определение самих граждан как таковых для того, чтобы граждане как можно больше заботились о собственном здоровье. На настоящий момент за сутки выявлено 15 случаев заболевания детей, в том числе 13 подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Данная ситуация не может не беспокоить органы государственной власти и, соответственно, органы местного самоправления, в связи с чем обращаемся к родителям о необходимости непосредственно заботы и ответственности за здоровье своих ребятишек. В связи с чем при появлении общих признаков острых респираторных заболеваний просим обращаться незамедлительно в учреждение здравоохранения для того, чтобы снизить в том числе и детское заболевание новой коронавирусной инфекцией. За сутки у нас проведено 2366 исследований. Всего обработано в республике за весь период пандемии 1 млн 74 304 теста. На настоящий момент в республику поступило 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Уже 114 933 человека получили первую вакцину. В целом использовано 84,6% от общего числа и объема вакцины, поступившей в республике. Все получившие вакцину чувствуют на настоящий момент себя нормально, находятся при необходимости под контролем учреждения здравоохранения. И соответственно, при необходимости им оказывается необходимая как медицинская помощь, так и консультация. Эффективность российской вакцины, спутник, которая в том числе в большинстве своем применяется на территории республики Саха и Якутия, доказана и уже тем количеством вакцинированных людей, которые в целом получили эту вакцину на территории Российской Федерации. Я понимаю, что одним из важных вопросов, который сегодня встает перед родителями нашей республики, это вопрос, связанный безусловно с тем, что ряд школ в ряде муниципальных образований, в том числе и в городе Якутске, перешли на дистанционный формат обучения. Да, действительно, школы перешли на дистанционный формат обучения, тем не менее, с соблюдением всех требований. Идет сейчас подготовка к сдаче как итогового экзамена в девятых классах, так и итогового экзамена в одиннадцатом классе, которые пройдут в традиционной форме, но с соблюдением всех новых положений, которые непосредственно утверждены Роспотребнадзором Российской Федерации и которые действуют на территории республики Саха и Якутия.